Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с воскресным днём. Причастников поздравляем со святым причащением. И в этот воскресный день хотелось бы напомнить вам, дорогие братья и сестры, не только о важности посещения Божьего храма, не только о важности участия в святых таинствах, но и о важности чтения и слышания Слова Божьего. Люди, которые ходили за Христом, они хотели послушать Иисуса. Они приходили для того, чтобы послушать Учителя и исцелиться от недуг своих. Вот и каждый верующий человек, приходя в храм, стремится услышать Слово Божие, внимательно вслушаться в слова евангельского благовестия и исцелиться от своих недугов покаянием и приобщением бессмертных, животворящих, исцеляющих наши недуги, таинств Христовых, святого причащения. И вот сегодня мы с вами слышали Слово Божие, которое не только мы должны услышать, потому что сам Спаситель сказал, «Глаженны слышащие Слово Божие и хранящие Ее». То есть те, которые стараются сохранить в своем сердце услышанное, а еще более того, стараются его применить в своей жизни. Вот тогда это живое Слово Бога оживает в душе человека и оживляет его сердце. Вот как нам важно этого не забыть. Мы с вами сегодня слышали удивительную притчу, которую сказал Христос, когда Петр, подойдя к нему, спросил, «Господи, не до семи ли раз прощать ближнему моему?» Давайте вспомним, что по иудейской традиции, по их закону, прощать ближнего можно было три раза. Один раз кто-то согрешил, второй раз можно прощать. Второй. Ну и еще третий. А дальше не подходи. Вот такая была иудейская традиция. Но так как ученики Христа видели и чувствовали во Христе новый закон, закон любви, апостол Петр задает этот вопрос Иисусу Христу, «А может быть нам до семи раз можно прощать, потому что тут же только до трех?» И слышит ответ от Христа, «Не говорю тебе до семи, а до седьми, жди семьдесят раз прощайте». Это сколько? Это бесконечно. «Прощайте» и прощены будут. Не случайно в другом месте евангелист Матфей говорит нам, передавая слова Христа, «И так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Вы хотите, чтобы вас простили после того, когда вы оступились, плохо сделали, вольно или невольно обидели другого человека? Конечно, хотим. Вот и вы поступайте так с другими. Прощайте, когда кто-то против вас плохо сказал, обидел, а может быть по неразумию оступился. Прощайте. Вот сегодня в этой притче Христовой Господь дает удивительный пример о некоем царе, у которого было много должников, много рабов и слуг. И вот как-то он решил с ними сосчитаться. Позвал одного слугу, который был должен ему, был 10 тысяч талантов. Если перевести это на наши деньги, это миллионы рублей. И вот он призвал его, говорит, «Отдавай долг свой, который ты должен». А тот, значит, умолять господина своего, просясь, «Сейчас мне нечем отдать, сейчас время трудное, да сейчас кризис, так и в любые времена, как с долгами-то мы? Нечем не рассчитаться, прости меня, я отработаю, я все отдам». И видя слезы этого человека, и видя, как он умоляет его, и зная, что действительно этот долг не посилен для него, чтобы он его вернул, тот добрый царь прощает своего должника. И вдруг он выходит в виде своего должника, который должен ему 10 динарий, всего несколько сот рублей на наши деньги. и говорит, «Отдай долг твой, который ты должен передо мной». А тот говорит, «Потерпи на мне, я отработаю, я тебе верну. Для меня это большие деньги». Но тот, не прощая его, еще заключил его в темницу. «И как же так?» «Узнал об этом Господин, призвал этого нерадивого раба, и говорит ему, как же ты не простил долг твоему ближнему, когда я простил тебе столько, сколько ты должен передо мной. Но так как ты этого не сделал, то говорит наш Господь в сегодняшнем Евангелии. «И разгневавшись государь его, поддал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешение его». Этими словами сегодня заканчивает Евангелист Матфея свою 18 главу. Давайте мы постараемся запомнить эти слова. Ведь эти слова мы повторяем всякий раз, когда читаем молитву «Отче наш». «Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, ях он на небесе и на земле. Хлеб наш насущий дашь к нам днесь, и остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должникам наших». Вы слышите, как Христос, а это Господня молитва, даже дает нам с вами молиться этими самими словами. «Остави нам долг, который мы, Господи, должны Тебе, а мы в неоплатном долгу перед Богом». Что такое долги наши перед Господом? Мы что, занимали 10 тысяч талантов? Или хотя бы несколько динариев? Нет. Мы все получили от Бога. Жизнь, дыхание, зрение, слух, возможность ходить, работать, жить, любить, прощать. А если мы этого не делаем, если мы еще и не прощаем, то сегодняшнее Евангелие о том, когда прекращается долготерпение Божие. Вот давайте запомним, дорогие братья и сестры, когда Бог перестает слушать молящегося Ему, тогда, когда Он не прощает своему ближнему своих малых человеческих грехов, а просит огромного количества долгов, грехов своих, прощения у Бога. Если ты врагам не хочешь от души обид простить, то и сам напрасно будешь у Христа того просить. Только тот получит милость отпущения грехов, кто с любовью прощает, молит Бога за врагов. Братья, вот эти слова, давайте мы с вами сегодня вспомним. Это ведь заповедь Христова прощать. Помня заповедь Христову, братья, будем же всегда в мире жить, любить друг друга, зла не помнить никогда. Как нам важно научиться верить, терпеть и прощать. Вот если сегодня у кого-то есть на сердце обида, на начальника, на соседа, на сослуживца, на жену или мужа, на брата, на свекровь, на свата или на брата, простите. Вот я прошу вас сегодня не выйти из храма, а кому трудно простить, еще постой, подойди к кресту распятанному, на коленочке опустись, и попроси Господи, прости мне, долги мои. Я не могу простить моего ближнего, не прощай и мне, моих грехов перед тобой, пока я не прощу. И вот так постойте и помолитесь. А если придет понимание, что Господи, вот как ты мне, сколько я перед тобой согрешил, и вспомните грехи свои от юности, блуд, разврат, мат, курение, соблазны, может быть, кто-то руками и делами не делал, а сколько помыслов было таких грешных, блудных, сравных, о чем и сказать, стыдно. Прости мне, Господи, я всех прощаю, потому что число моих долгов перед тобою неисчислимо. Вот к этому, дорогие братья и сестры, сегодня и призывает нас, Ивангел. Вот порог, переступаемый нами, порог смерти, и есть тот самый момент, когда царь призвал рабов своих, как сегодня сказано в Ивангелии. Царь призвал своих слуг. Это час смерти. Подойди и расскажи, как ты прощал, и достоин ли ты прощения. Вот запомните, будете умирать, а мы все будем умирать. На одре болезни первое, что сделаете, вслух произнесите, запомните на всю жизнь свою земную, до конца, до последнего издыхания, запомните. Умирая, произнесите самые главные, успейте слова. Господи, я всех прощаю, никому ничего. в мыслях, в сердце своих не держу, со всеми примиряюсь, и меня прости. А вот только потом можно сказать, в руцы Твои, Господи, предаю дух мой. Прими меня, Господи, во царстве Своем. Вот с этим можно сложить через образные руки и предать душу Богу. Вот без этого умирать страшно. А поэтому, чтобы не носить, если у кого есть какие-то грехи, помните, не простит нам Господь, если мы не простим. А если есть должники и наши, то, як уже и мы, оставляем должникам нашим. Вот так и нам, Господи, прости. И представляете, если мы будем каждое воскресенье выходить из храма, вот с такой очищенной, всепрощенной душой. Ни на кого зла не помню. Всем все простив, мы же будем просто, знаете, светиться от радости. Встретим врагов своих, и мы будем готовы их обнять. А люди будут удивляться, какие-то вы странные люди. Мы на вас плохое говорим, а вы хорошим отдаете. Вот тогда мы будем исполнителями еще одной заповеди Христовой. Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Помня, заповедь Христова. Братья, будем же всегда в мире жить, любить друг друга, зла не помнить никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok